Друзья мои, напоминаю, что на моем сайте можно купить билет на живой однодневный женский тренинг по раскрытию чувственности. Он пройдет в игровой форме. Заявлены города, русские деревни в Испании, Санкт-Петербург и Москва. А также у меня хорошая новость для вас. Вы можете купить билет для участия в тренинге в Санкт-Петербурге со скидкой 30%. Я приветствую зрителей моего видеоканала. Мы очень много говорили о том, насколько ожирение опасно у женщин, ожирение у женщин ведет к бесплодию. Почему-то несправедливо обошли этот момент у мужчин. А я хочу сейчас в этом ролике рассказать о том, насколько ожирение опасно у мужчин и каким образом ожирение ведет к бесплодию у мужчин и снижает эректильную функцию у мужчин. Итак, ожирение – это болезнь, это не инфекционная эпидемия 21 века. Россия по показателям своим ожирения приближается к лидеру в рейтинге по ожирению США. И скоро у нас тоже будет на улице большинство людей кругленьких, толстеньких. И мы должны будем быть, так сказать, корректными, не обращать внимания на их косметический дефект. Как человек может, так и живет. Каким образом вредит это ожирение человеку, к чему это ожирение приводит? Ожирение – это не только косметический дефект. Не будем забывать, что женщины, регулярно менструирующие, имеющие естественные жировые отложения в области груди, ягодиц и бедер, несколько защищены своей менструацией от отрицательного воздействия жировых клеток на обмен веществ. У мужчин распределение жира другое. Это висцеральный жир, это абдоминальное ожирение, это распределение жира исключительно в области живота. То есть каждый орган обволокнут как бы таким жирным коконом, и этот жир, сдавливая каждый орган, затрудняет работу органа. Кроме косметического и механического дефекта, жир – это еще и независимая эндокринная ткань, которая вырабатывает масса гормонов, в частности ароматаза и лептин. Кто помнит, ароматаз – это гормон, который конвертирует тестостерон в эстрадиол, и от природы, чисто биологически, насколько бы хорошим уровень тестостерона у человека не был заложен, он конвертируется в эстрадиол, и человек не может им пользоваться как тестостероном. Ожирение лептин, который вырабатывают адипоциты, клетки жировой ткани, приводит к инсулин-резистентности. Что это такое? Инсулин – это гормон, который способствует усвоению глюкозы, которую мы получили с питания, в гликоген, и усвоению, отложению жиров и белков. То есть наши белки и наши жиры синтезируются под действием гормона инсулина. Лептин, который вырабатывается в жировой ткани, вызывает инсулин-резистентность. То есть инсулин вырабатывается, но на уровне ткани не работает. Лептин ему мешает. Вот эта инсулин-резистентность является пусковым механизмом развития многих серьезных осложнений. Во-первых, не будем забывать о ожирении само по себе, рисковый фактор в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и диабета второго типа. Не будем об этом забывать. А также вспомним о гормональных эффектах инсулин-резистентности. Инсулин-резистентность провоцирует снижение уровня гормона роста, витамина D, а также повышение уровня кортизола, что в целом приводит к снижению тестостероногенеза. Это первый момент. Следующий момент. Инсулин-резистентность за счет гипергликемии, то есть повышения уровня сахара, гиперлипидемии, то есть повышения уровня жиров, за счет атеросклероза, то есть когда мелкие сосуды забиваются жировыми бляшечками, приводит к нарушению сосудистой функции, там, где функция органов зависит от работы мелких сосудов. Первым органом на этом пути стоит половой член, то есть инсулин-резистентность через гипергликемию и гиперлипидемию ведет к эндотелиальной дисфункции. Второй момент, как влияет инсулин-резистентность, это снижение выработки эндотелием, то есть клеточками, которые выстилают маленькие мелкие сосудики полового члена оксида азота. Оксид азота – это основной компонент, за счет чего расширяются сосуды и формируется эрекция. Нет оксида азота – нет эрекции. Есть эндотелиальная дисфункция – нет оксида азота – нет эрекции. Есть инсулин-резистентность, возникает эндотелиальная дисфункция, снижается выработка оксида азота – нет эрекции. Есть ожирение – есть инсулин-резистентность. Есть инсулин-резистентность – возникает эндотелиальная дисфункция. Возникает эндотелиальная дисфункция, снижается выработка оксида азота – развивается эректильная дисфункция. Вот почему у толстеньких возникают снижения, нарушения эрекции. Следующий момент очень интересный – это ожирение мошонки. Мошонка такой же орган, жир откладывается и там, и вот этот вот жировой мешок на мошонке приводит не только к перегреванию мошонки. Помните, мы говорили, что для преодоления проблем бесплодия мужчинам надо отказаться от работы в горячем цеху, отказаться посещать баню, сауну, отказаться носить тесное мужское белье, чтобы не перегревать мошонку и так далее. Так вот, жировой мешок на мошонке – это такой же перегрев мошонки. Кроме того, жировые клетки сами по себе вызывают окислительный стресс сперматозоидов, повреждения их свободными радикалами, что ухудшает морфологию сперматозоидов, снижение морфологически нормальных форм, то есть тератоспермию вызывает, и снижение подвижных форм, то есть астенозоспермию вызывает. Следующий момент – это жировые отложения в области мышц, сопровождающейся им выносящие протоки. Ожирение вызывает снижение эякулята динамики, снижение способности выброса эякулята и выполнение, так сказать, функционального выброса семени мужчины. Поэтому ожирение – это серьёзное препятствие на пути реализации мужчины как мужчины, на пути реализации его репродуктивного потенциала, то есть способности изучать, и на пути реализации его сексуального потенциала, то есть способности участвовать в половой жизни. Поэтому для пациентов с ожирением у уролога существует многоступенчатый подход. Первый момент – это коррекция гипогонодизма с помощью гормонозаместительной терапии. Но уж извините, как у диабетчиков, у них нет инсулина, мы колем инсулина извне, так и у лиц с возрастным андрогенодефицитом. Нет тестостерона, так мы колем его извне. Следующий момент – это омега-3 кислоты. Омега-3 кислоты – это универсальные защитники, которые защищают внутреннюю стенку сосудов от действия вредных жиров и от образования атеросклеротических бляшек. Следующий момент – это антиоксиданты, которые действуют против окислительного стресса, который возникает в результате воздействия адипоцитов клеток ожирения. Четвертый момент – это витамин D3. Витамин D3 – это регулятор выработки тестостерона. С одной стороны, осуществляет профилактику остеопороза, который возникает от снижения тестостерона. С другой стороны, и пятый момент – это преодоление инсулинорезистентности, которое осуществляется за счет специальных препаратов, которые могут быть назначены эндокринологам. Самый распространенный препарат – это метформинс, афор, глюкофаж. Они существуют разные торговые названия. Препарат работает очень эффективно. Терапия назначается на разные сроки. Ликвидация инсулинорезистентности терапия может быть назначена на 12-18 месяцев. Гормонозаместительная терапия, как правило, назначается годами. Назначение омега-3 кислот по времени варьирует. Некоторые данные говорят о том, что для ликвидации дефицита взрослому мужчине требуется не менее 6 месяцев принимать вот эти жирные кислоты, омега-3, рыбий жир для того, чтобы восстановить свои функции. Что касается антиоксидантов, что касается витамина D3, то здесь можно ограничиться двумя-тремя курсами по месяцу в год. В любом случае, если вы будете биться лапками, а молоко, будет там масло, будет вам счастье, будет качественная долгая жизнь. А сдадитесь, махнете рукой, скажете, ну что ж у меня, живот растет, а кончик сохнет, это возраст, что ж я теперь с этим сделаю. Будете так относиться к своему здоровью. Заранее сдадитесь, заранее объявите себя больным. Никто вас не вытащит, ни один врач. Поэтому я всем желаю, всем желаю вот этой борьбы, вот этого желания победы, здоровья и сексуального долголетия. А сейчас пока.